МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Могутная и надейная стан гарантейной техники на полях региона сегодня оценил наместник премьер-министра Беларуси Уладимир Семашко. Диалог с Уладой. С Жихарами Петриковского района сустрелся помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Одрывайся, как у своей 16. Радио Гомель-ФМ рыхтуется до дня народжения. Свята веры. Сегодня православные верники означают День памяти Манефы Гомельской. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня за рабочим визитом в Гомельскую область наведал наместник премьер-министра Беларуси. Головную вагу Владимир Семашко свернул на стан гарантейной сельгазтехники у регионе. Комбайны, что стоят на узброении агрария, вице-премьера цанил на прикладе господарки Решеского района. Подробязности у Ганны Ковалевой. Каляты дня тому в господарки Гомельщины отправились амальпал сотни новых комбайнов. Каб отримать сучастный КЗС-12, сельгазпредприемству повинны были подыходить по три критерия. Это великая нагрузка на один комбайн, отсутность с писанием в этом году и выполнение термина в парамонте. Среди тех, кто подошел по всех умовах, был к СУП-21 съезд КПСС в Решеском районе. За роль сел Дмитрий Михалко. У комбайнера 15 годов стажу. За этот час он поспел посадить навод за рулем легендарного советского Дона. Тому на властном опыте можно оценить технику разных поколений. Шесть дней от комбайна. Ни одной поломки разница ощущается большая. Больше жадко, двигатель мощней стоит. По сравнению с Доном и GS-1218A1 в сто раз лучше новый комбайн, чем Дон. На Гомельщине с уликом пополнения теперь наличивается 1364 комбайны. До речи, пик списания у этих машин пришелся на смену техничных эпох, коли старенькие Доны массово заходили с полю. Эстафету угодно приняли сучастный Гомсельмашевцы. Дякую, что этой вытворчасти Беларусь зараз целиком закрывает уластные потребы у сельгазтехницы. Про ее якость кажут суммы, которые приносят в бюджет замежные покупники. Так, за последние 7 годов за кошт экспорта нашей техники было зароблено больше за 23 миллиарда долларов. Ясшеден аргумент на корысть, а костятое, что у опущенной годы на списание идут личные комбайны. Эти машины выкористовываются прикладным месяц в годе, однако активность, с которой у этой часы они працуют максимальная. Тому поломки непозбежные. Часом на ремонт требует 20 минут прямо в поле, часом и несколько дней. Наибольший частый пошкоджение – выход из лады электроники. Дорогие, в Гомельской области на сегодня несколько дилерских центров. Их диспетчерские службы працуют скруглосуточно. В таким же режиме працуют и специалисты по диагностице. Тому техничный стан комбайнов находится под контролем литерально 24 годины в сутки. Как особисто ознайомиться с выником такой працы и дать оценку якости сельхозтехники в регионе, приехал наместник премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. Я говорю, нас ругают за качество, надежность сельхозтехники. Да, справедливо, но не всегда, честно говоря, скажу. Чего не достает сегодня, вот я скажу, первое, должны постоянный анализ, обратная связь у конструктора. Конструктор не должен давать шоки, что у конструктора есть такая в душе, что вот я создал машину, а лучше в мире. Я сам чувствовал себя такой недостаток, когда молодым конструктором был. Конструктору приходить, спрашивать, что плохо, что плохо. Скажите, что надо, и думать, как это управить. Это первое, то есть обратная связь конструктора с тем, кто эксплуатирует эту технику, и, соответственно, принятие вовремя корректирующих решений конструкторских. А вторая технология, то есть пересношение, переоружение предприятий. Ну и в конце, конечно, контроль. По слову Холодимира Семашки, количество рекордной урожайностью было 11 центнеров с гектара. Сегодня это покажет выше, как минимум, у троя. Так, той же Рыжевский район все лета досягнул урожайности у 36 с половой центнеров с гектара. Это выник многих факторов у тымлику и техники. По слову механизатору, новый комбайн за сутки сбирает 100 тонн. На его попереднику, GS10, эта личба была у двоя меньшая. При этом, когда нет пуста зелья, страта сбожжа нулевая. Когда коротко, переосношение парку техники приносит добрый плен. В прямом сенте. Так, на сегодня Гомельская область намолотила прикладно 650 тысяч тонн сбожжевых и зернебобовых. Убрана 63% площадь, и уборочная кампания будет завершена в термин. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадо, компания Гомель, Рэчэцкий район. Работа на полях не спыняется ни на хвилину. Подтримливают хлебороба подчас жнева громадские организации, творшие коллективы и ведомость семьи. В Кармянском районе юные мостаки сегодня ладили пленэр в пшаничном поле. Выником повинна стать пересовная выстава детячих малюнков «Мой батька на жневе». Ганна Корольчук с подробностями. Весь день я не проводит у поля за рулем комбайна. Працовный день распочинается у шесть годзин ранецы. Скончивается у одиннадцать вечера. На перапына к часу не шмат. Зерня не обходно убрать свое часово. От працы хлебороба у сёння залежит выник уборочной компании, а значит и харчовый запас краины. Гэта разумеют снова дети, які приехали на поли саугаса Кармянске, кабудлюстровать жнево и уасобить працу батьков у своих малюнках. Я уже на пленэре второй раз рисую я пшеничное поле и комбайна его убирают. Профессия нам очень важна, потому что мы едим хлеб и он нужен нам. Мы с ребятами вносим вклад в общее дело хлеборобов и так мы их поддерживаем своими рисунками. До учня у Кармянской школы мастатства долучилися и самые маленькие выхованцы санаторного ясли садка номер два городского поселка Карма. Кленэр под названием «Мой батька на жневе» это только одно мероприемство у рамках проекта «От зернятка до хлеба», які накераваны на громадянско-патриотичное выховання дзятей. Традиционно, начиная с дошкольных учреждений образования, у нас в районе проходит такая акция, когда в пору уборки хлеба воспитанники учреждений дошкольного образования, дети постарше, приезжают непосредственно на поля и вот таким вот своим уже способом участвуют в уборке хлеба. Изучают профессии своих родителей, ну и, конечно, приобщаются к работе хлебороба. А кроме малюнка, дзятя таксамым поддрыхтовали творчие нумары и веншавання лепшим працавникам Саугаса Кармянске. Серудых уже трэць-водитель тысячнику-господарцы Игорь Короткевич. До этого свои веншаваньи подарунки отрымали Миколай Уласов и Олег Сапега. У комбайнёров заповедная планка у тысячу тонн покулящи напереде. Комбайнёры у нас идут один за одним. Первый у нас идёт Нестероид Сергей Николаевич, он больше 600 тонн намолотил. Потом идёт Якутович Виктор, Андрейчиков, Александр, Мироненко Сергей, Мироненко Александр. Больше 60% убрали уже хлеба. Значит, намолотили больше 5000 тонн. Планируем около 9000 тонн, чтобы больше прошлогоднего хлеба. В прошлом году 35 центнгерус гектара, а в этом планируем под 40 центнгерус гектара. Отпочивать после аурочистых веншаваньи не приходится. Зерня не чакая, хлеборубы снова выходят на палетки. Поколь небо чистое, спадеются финальную кропку поставить празд 4 дни. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель, Кармянский район. Протягиваем выпуск. Помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко провел прием граждану Петрикове. За собистыми пытаниями звернулись пять человек. Темы с воротов самые разные. Была просьба об допомозе у выделении державной подрымки на будовництво дома для шмадетной семьи. Поступил с ворот со скаргой на стан дорогу районным центры. Были и земельные пытания. Громадянин оказался не сгодны с заключением эксперта об изначении парадка корыстания земельным участком. Да помогший разобраться у своей ситуации попросил дельник ликвидации авары на Чарнобыльской АЭС. Мужчина имел первую группу инвалидности. При проходжении черговой медицинской комиссии группу поменяли. Вопрос гражданина то, что он имел пожизненную первую группу после некоторых изменений и прохождения повторных МРЭКов данный гражданин уже имеет вторую группу опять-таки с рядом заболеваний, которые сегодня характерны для его возраста и той ситуации так, кроме того, что основным являлся ликвидатором ЧАЭС у нас. Поэтому мы позанимаемся данным вопросом, изучим глубину, как дальше помочь данному гражданину. Завтра, 12-го жнивня, местовые улады проведут черговые промы телефонные линии. На пытание Жихара Гомельской в области откажен наместник старшиня был выконкам Владимир Александрович Прывалов. Звернуться до ЯГО можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. А у Гомельским Гар выконкам промы линию проведен наместник старшиней Виталий Енадьевич Атаманшук. Номер телефона 75 19 54. Сегодня православные верники Гомельщины назначают 10-ти годни с дня канонизации преподобные манефы Гомельска. Сотни людей из разных кутков Украины приехали в Свято-Петропавловский кафедральный собор, как принять удел у литургии и отдать данину памяти святой. Узначали усвяткование на Гомельщине митрополит Минске и Заславске патриарш экзарх Беларуси Павел. 11-го женивня 2006-го года моши монахини Манефы были знайдены неотленными измещены у Свято-Петропавловским собора Гомеля. Празгод ее имя было канонизовано, Манефа долучена далеку мясо вошенованных святых. Однако глядячи на колькость людей, которые приехали в День памяти Манефы до ее моща, многие верники упъемнены. В худким часе монахиня будя объявлена уся православной святой. Недели две назад встретила женщину, которая приехала с Америки. Специально пришла в собор помолиться. И таких случаев мы можем привести очень много об исцелении. То есть ее имя почитается памятью на всей территории нашей русской православной церкви за рубежом. По воле Лесу свой монахский подвиг Манефа несла не у монастыры, а сирот обычайных и уцерковленных людей. Она открывала православную веру тем, кто покутает духовно и физично. Незвычайная доброня Манефы притягивала до ее одновесковцев и людей из разных кутков православного света. Парады монахини были простыми и действенными открыть свое сердце для молитвы, покаяния и милосердности. Манефа Гомельская это безусловно святая, которая поклоняется, которая помогает людям, и эту помощь ощущает. Это видно по рассказам людей, по записям в интернете, то есть на форумах люди делятся друг с дружкой. Традиционно в День памяти святой раку с ее мощами вынесли за стены Петропавловского храма и пронесли святыню в Хрестном ходе. А кроме самого высокого духовенства Беларуси, до его долучились святары. За малю всех приходов Гомельщины, а так самая епископы инших епархий. У Хрестном ходе пройшли сотни верников, которые приехали прикластися до отсюда дейных мощных манев. Искренне радуюсь тому, что огромное количество людей приходит в храмы, люди общаются с нашими святыми, которые жили на благословенной белорусской земле. Люди не просто так приходят к этим святыням, а в этом выражается наша религиозная составляющая каждого человека. Мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к святым и получаем просимые. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, Телерадио компания Гомель. Удельники международного автопробега, який присвечен 90-х годзю ДСАА, все не прибыли у Гомель. Центральные падеи, проведенные в расшистости, устав митинг, каля мемориала «Вечный огонь». Сучасный ДСАА в правоперемник, створенного в 1927 году Товариство Соденничея обороне авиацийному и химичному бдаунисту Асавиахима. На первые дни подчас Великой Айчиной войны эта организация занималась патриотичным выхованием насельництва и рыхтовала кадры для Червоной Армии. В 1932 году президиум Центрального Совета Асавиахима затвердил положение обзвания «Ворошиловский стролог», заслужить якое им кнулися десятки тысяч человек. Сегодня ДСАА называют школой мужности, патриотизму, спортивного и профессионного майстерства. В целом по Беларуси что год удел у мероприемства этой организации принимают около 400 тысяч человек. А про то, в установах ДСАА рыхтуется до 50 тысяч специалистов для узброенных сил и силовых структур. Задача международного автопробега – популяризация деянности ДСАА и протягнение у ее роды новых членов. Это международный автопробег. Начало и старт вчера был положен в городе Могилеве. Дальше это Рогачев, это Гомель, Мозырь, Житкович и так далее по периметру республики Беларусь. Заканчивается вторым этапом, который следует 20 числа из Смоленска на линию Сталина. У понятделок 14-го жнивня радиостанция Гомель-ФМ означает в 16-ти годе. У весь день слухачев чекают эфирные акции и подарунки. Слоганом свято брали заклик «Одрывайся, как у своей 16-ти». Гомель-ФМ знаковая станция для в области. Она была первым мясовым радио, которое открылось в нашем регионе. 14-го жнивня 2001-го года у Гомеля на ультракоротких валях заключали позывные «Экспресс». Простые годы додали в Вяшанне на частоте 101,3 ФМ. В 2008-м распочалась новая история радиостанции под новой гандлевой маркой Гомель-ФМ. Сегодня это сучасное радио для дорослых активных людей. У эфиры лепшая замежная российская яичинная композиция. Вызначают стеллеродистанции не только горачи и хиты, а и интеллектуальные диджеи, оперативные новины и аналиты косусветных подей. 14 августа всех приглашаем внимательно слушать эфир, потому что именно в этот день празднуем свой день рождения. Нам 16 лет. В эфире ждет много акций эфирных подарков, также акция «Крути педали», где многие люди смогут побывать в нашей студии. А в 15.00 на главном пляже города устроим пенное безумие, пенную вечеринку, поэтому всех туда также приглашаем. И, конечно, каждый час будем в кафе «Фаст Ролл». Приходите, фотографируйтесь с нами и также получайте много приятных сюрпризов и подарков. Это и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomil.by Далее в эфире «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.